Всем привет, сегодня поговорим о красивых женщинах на огороде. Ведь как и цветы, женщины украшают тоже наш огород. Но на самом деле это у меня умные тест индикаторы кислотности почвы. То есть у меня здесь лакмусовые бумаги и сегодня я вам хочу показать как правильно измерять кислотность почвы. Перед высадкой любых растений в своем саду, огороде или дачном участке, садовод должен изучать состояние почвы. Важно знать не только состав грунта и его плодородность, но и такой немаловажный параметр как кислотность. От величины параметра зависит способность растений усваивать питательные элементы из грунта. Кроме того, почвы с разной кислотностью совершенно по-разному реагируют на внесение удобрений. Нарушенная кислотность почвы приводит к тому, что многие питательные вещества будут попросту не усваиваться растениями. Причем количество этих веществ не будет играть никакой роли. Кислотность это величина характеризующая содержание в грунте ионов водорода. Она обозначается при помощи параметра PH, который может изменяться количественно от 0 до 14. Существуют разные приспособления для измерения кислотности почвы вплоть до приборов. Но чтобы определить кислотность почвы на вашем участке, достаточно посмотреть на те растения, которые у вас произрастают. Ведь каждому типу кислотности соответствует определенный растительный покров. К примеру кислая почва, которая содержит в себе большое количество влаги, будет идеально для роста лугового василька, осоки, хвоща, щавеля, лапчатки. Дренированная и слабокислая почва будет больше пригодна для роста невянника, люцерны, мать мачехи, клевера и репейника. Уплотненные бедные на минералы почву будут приютом для таких растений, как полевая горчица, чертополох, гусиная лапка, мало чая, ромашки и доник. Плодородность земли можно определить по наличию крапивы, мокрицы, лебеды, ассота. Вот я вам сейчас показываю таблицу по кислотности почвы. Очень кислые, сильно кислые, среднекислые, слабокислые, нейтральные, слабощелочные и среднещелочные. Внутри этой упаковки у нас находятся не только лакмусовые бумаги, но и инструкция, причем очень хорошая и подробная и здесь есть таблица, которая разбита по растениям, где какая кислотность должна быть, для какой культуры. И теперь давайте посмотрим на сами лакмусовые бумажки. Находятся они у нас вот в таком виде, то есть простая бумага и немножко приклеено или прикреплено немножко лакмусовые бумажки. Ну теперь пойдемте в огород и наберем землю и начнем тест. Итак друзья, мы у меня в огороде, берем обязательно чистую ложку, обязательно берем чистую посуду и я сюда добавляю 4 чайные ложки земли. Беру сразу из разных мест, где предположительно я буду выращивать разные культуры. Я взял 4 пробы грунта для этого теста. Используем обязательно дистиллированную воду. Нам нужна обязательно чистая вода, потому что любая вода имеет свою кислотность и тогда тесты у вас покажут неверную кислотность почвы. Обязательно когда мы залили воду дистиллированную, все хорошенько тщательно перемешиваем. После того как мы перемешали землю в одном стаканчике, ложку необходимо тщательно помыть, вытереть и только тогда уже можно этой ложкой перемешивать землю с водой в другом стаканчике. На 4 чайные ложки земли я добавил 100 миллилитров дистиллированной воды и теперь после того как мы землю с водой перемешали, даем отстояться 3-5 минут. Прошло у меня ровно 5 минут, берем лакмусовую бумажку и опускаем в воду на 3-5 секунд и теперь кладем эту бумажку лакмусовую на чистую бумагу и ждем ровно 30 секунд и потом уже будем смотреть по тесту что нам покажут. После легкого подсыхания через 30 секунд приложите индикаторную полоску к цветовой шкале на упаковке и сравните цвет окрасившейся части полоски со значением ph цветовой шкалы на упаковке. У меня больше подходит цифра 7 и 0 по окраске, значит у меня нейтральная почва. Сейчас я вам показываю уже таблицу каким растением больше подходит такая почва. Если хотите нажмите на паузу и внимательно все посмотрите. Ну что ж, друзья мои, желаю вам всем больших и хороших урожаев, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, всем пока, пока.